Поэтому, когда нам начинают рассказывать про переход красных линий, все красные линии Россия уже перешла. Теперь дело за нами. И я вам скажу, на следующей неделе Москва и Крым загорятся. В воскресенье вернемся к этим моим словам. Я знаю это. Я лишний раз еще скажу. Эти чучела русские, которые в Крыму там осели незаконно, которые там оказались в супорище украинскому законодательству, которые не прошли, приезжая в Крым, приехав в Крым украинской таможни, украинской границы, валите оттуда скорее, тучи сгущаются, дождь начинается, огненный дождь начинается. Валите быстрее, не успейте свалить, потому что пути отхода будут обрезаны. Но если вы такие смелые, если вы такие отчаянные и бесшабашные, оставайтесь, оставайтесь, пойдете к нам в лагеря. Нам нужен обменный фунт. Идем дальше. Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу вместе с главой Росатома Алексеем Лихачевым совершил облет центрального полигона России на архипелаге Новая Земля. Как рыба, облет. И два пальца. В заявлении Минобороны России уточняется, что с 1954 по 1990 год на этом полигоне проводились испытания ядерного оружия. В общей сложности было проведено 132 ядерных взрыва. Дмитрий Ильич, Блеф просто пугают и пытаются занести мысль, что мы вот тут разогреваем уже наши ядерные двигатели. И все, что касается России, это все блеф. Чтобы понять, что такое Россия, вот я сейчас очень емко расскажу все. Всегда нужен какой-то символ. Вот Роман Григорьевич Виктюк, «Царство ему небесное», большой мой друг, выдающийся режиссер театральный, уроженец Львова. Мы недавно, когда были с Олесей во Львове, пошли к нему на могилу, мы хоронили его несколько лет назад. Вот он великий человек был. Вот он говорит, «Я львивска датына бандеревать». Он такой убежденный был человек. Приехал, короче, он в Грецию, и греки ему говорят, ставить спектакль приехали. Греческие актеры ему говорят, «А что такое Советский Союз? Вот расскажите». Он говорит, «Ну вот у нас стоял во Львове памятник, неизвестному солдату». Там принимали в пионеры, в комсомольцы. Туда свадьбы приезжали, все кланялись там. Я ходил много раз. Памятник неизвестному солдату. Когда мэр Львова Василь Куйбеда звал и в цепамятник, там оказались под памятником, под памятником оказался немец в немецкой форме. Говорит, «То есть мы всю жизнь ходили поклоняться немцу». «Диты, шо вам, диты мои, шо вам ше треба, расповесты про Родянский Союз?» Вот это символ фальшивой, тупой страны. Вот Советский Союз, когда сотни тысячи людей ходят поклоняться неизвестному советскому солдату, а там лежит немец. Фальшак. Символ Советского Союза. А теперь про символ России. Я прошу вас, дорогие друзья, вот те, кто нас смотрит, не поленитесь, пожалуйста. Вот посмотрите в Ютубе много роликов свежих, вот нынешних буквально, августовских. Салон по продаже машин, знаменитые буханочки, такие, знаете, УАЗики. Салон по продаже УАЗиков. Посмотрите, как в салоне продаются УАЗики, выпущенные сейчас российским автопромом. Они уже с ржавчиной в салоне. Не закрываются двери, отходят двери, не закрываются окна, висят провода. Приклепано кое-как, на саморезах. 21 век. Вот эта буханочка, это символ России. Отвратительно нетехнологичной, тупой страны, которая, кроме того, что является бензоколонкой, не может предложить миру абсолютно ничего. Поэтому, уважаемые господа, наши западные партнеры и друзья, когда вы начинаете рассказывать о России, вы имеете в виду, что это та страна, которая производит вот эти УАЗики. эта страна вообще не может конкурировать с вами, не может конкурировать с каким-то цивилизованным миром, потому что они отстали, они застряли, они не имеют будущего. Никакого будущего у них нет. У них нет прошлого, у них нет настоящего и нет будущего. Эта страна фикция, эта страна примара, я так и отчетовываю украинские слова, примара, зараз, воно мне так пришло. Чисто примара, ее нет. Я этой страны не вижу. Вот нет этой страны в будущем. Это осколки от нее только останутся, она разлетится, потому что не имеет права на существование, и потому что ничего скрепляющего ее, кроме искусственных скреп, которые придумали, наворовавшиеся кремлевские вожди, нет. Пустошь. Дмитрий, но многие годы Россия была удобной для Европы, в целом, для коллективного Запада. Они продавали энергоресурсы, за эти деньги они, ну кроме того, что они там себе воровали, строили там свой какой-то, свой коррумпированный мир, но при этом они тратили эти же деньги в той же Европе, прекрасно там себя чувствовали, покупали футбольные клубы, дворцы и замки, и Европа смотрела на это достаточно долгое время, ну я не скажу, что прям последние там годы, например, уже начинали немножко закручивать гайки, спрашивать откуда деньги, но до этого десятилетия, два десятилетия, прекрасно все встречали русских команданами Кэша. Вы правильно все сказали, Россия была крайне удобна для цивилизованных стран Европы, крайне удобна, особенно для Германии, в первую очередь для Германии, для Франции, потому что, потому что, вот вам нефть, вот вам газ, а вы нам, пожалуйста, комфорту, вы нам комфорту, мы вам нефть, газ, вы нам денежки, а мы вам еще этих денежек подкинем на откатики, а мы вам еще покупаем вашу так называемую элиту. Конечно, это всех устраивало, я же сколько раз встречался в той же Москве с западниками, они говорили, слушай, ну вот Москва, ну потрясающий город, и они правы, Москва был потрясающий, и сейчас наверняка остается, я там не был с января 2014 года, это сколько уже лет там не был, 9,5 лет я там не был в Москве, Москва была, вот когда я там бывал, я же часто ездил на интервью туда, и с друзьями встречался, Москва была потрясающим городом, где под каждой клумбой, под каждым кустом, под каждым деревом колосисто росли деньги, потому что коррупция чудовищная, и со всех регионов высасывались деньги, оседали где? Конечно, в Москве, потому что любые астраханские, или югринские, или тюменские удельные князья, они скупали недвижимость в Москве, они вкладывали деньги в Москву, в Москве были зарегистрированы все крупнейшие компании, конечно, она была полна денег, но приезжаешь в Санкт-Петербург, вроде вторая столица, северная столица, но уже намного скромнее все, очень-очень намного, и это лучше во дворы не заходить, потому что сверху, с фасада, да, потемкинские деревни, а во дворы зайдешь, как при Петре Первом, только еще хуже, время прошло. Я уже не говорю о других городах, это убожище, поэтому, конечно, было очень здорово иностранцам, они гуляли с удовольствием в Москве, ну что вы, лучшие отели, лучшие магазины, лучше у них, ну, представить себе в Германии, чтобы так было, как в Москве, чтобы всю ночь можно было в лучших ресторанах зависать, чтобы ночные клубы такие шикарные, чтобы такой простор широта, ну, конечно, вот, все было взаимовыгодно, Россия им нефть и газ, немцы и Европа им деньги, и все, все довольны, еще и откаты, я же понимаю, что там все... И огромная территория, рынок сбыта, который не производил ничего высокотехнологичного, и доллары покупал все, айфоны, мерседесы, все, что западный шум производил, 140-миллионная страна на эти, на нефтеденьги и газовые деньги, конечно же, с удовольствием закупала. А что Италии, Италии, например, было плохо, смотрите, ну, Италия, это центр мебельного производства лакшери, да, например. Да. Ну, вот мне говорили руководители крупнейших фабрик мебельных, лучших, ну, фирмы номер один, они говорят, ну, процентов 70 нашей продукции идет в Москву, процентов 70. Конечно, это было круто, и Москва брала за любые деньги, нам побыстрее, ну, нет, у нас процесс, остановите, отложите, тем потом, вот еще деньги, нам побыстрее, то есть, конечно, это все было круто, а курорты, а курорты западные, но они ломились от русских, которые не знали, куда засунуть деньги уже. Я же видел это все, как русские чаевые платили по 10-20 тысяч долларов в ресторане, я же все это видел. А русские гуляли широко, и Европа кланялась им, и говорила, вот молодцы. И в какой-то момент, ну, очень наглядный момент, вот буквально несколько дней назад было 15 лет с момента российского вторжения в Грузию, 8.08.08. это произошло, и вот тогда мир не отреагировал должным образом, да, Дмитрий? Не отреагировал. Не отреагировал, возможно, сейчас бы войны не было. Не отреагировал, проглотил, и я вас уверяю, если бы Украина пала в течение трех дней, или в течение недели, или в течение месяца, если бы Украина пала, ну, месяц, не знаю, ну, две недели, наверное, давайте так скажу, примерно, мир бы опять это проглотил. Я говорю циничные вещи, но это мир такой циничный, я говорю, как я думаю, я считаю, что мир бы проглотил это все опять. Мир не смог мириться с этим, цивилизованный мир, после того, как увидел, что украинцы встали на защиту своей родины, жертвуя собой, умирают, но не сдаются. Вот когда мир это все увидел, вот тогда мир начал давать потихоньку, понемножку что-то Украине. Меня умиляет, когда русские кричат, это НАТО давно готовилось напасть на нас, накачивали Украину оружием, это НАТО, значит, готовило Украину как наконечник стрелы, которая войдет в российское тело и так далее. Мне смешно, мне просто смешно, но это они для внутреннего рынка эту лабуду пихают, но это смешно до колик в боку, потому что никакое НАТО не собиралось воевать с Россией, никто не собирался Россию трогать, собирались с ней торговать, обогащаться, взаимообогащаться и дальше классно жить, не шевелиться, они уже обленились, они уже лежали на печи, ну что там, нефть идет, да, газ идет, да, ну дайте русским денег, молодцы русские, вот так все было. А дальше, ну как моя бабушка говорила, недолго музыка играла, недолго Янкель танцевала. Вот русские оборзели в край, подумали, что всегда будет все можно, и музыка перестала играть, перестала играть музыка, Запад проснулся, русские недооценили Запада, Запад переоценил русских. Вот все думали, русские, Ваня, лучше с ним не связываться, глупенькие, глупенькие, ну слава богу, что американцы и европейцев подстегнули, слава богу, что американцы заняли принципиальную позицию, я думаю, что они тоже не собирались, не собирались вмешиваться, если бы Украина пала в течение трех дней, осуждали бы, какие-то, может, санкции теоретически ввели бы, но, ну что, ну пало, ну и что теперь дальше делать, мы же воевать за украинцев не будем, только когда украинцы стали воевать сами, Запад вмешался нерешительно пока, понемногу попробуем, ну давай дадим это, смотри, держится, оно это, держится, ну давай это, просят они, держится, истекают кровью снарядов нет, апрель-май прошлого года, держится, ну давай дадим, вот, это правда, это правда, никаких изначальных планов, ничего не было, у русских планы были, у наших друзей, которым мы очень благодарны, я при первой же возможности говорю тысячу раз спасибо всем, кто нас спас, потому что я уверен, что если бы американцы не помогли нам в начале пути и дальше, государство, Украина уже не существовало бы, потому что как бы мы не любили свою страну, но когда нечем воевать, ничего не было бы, вот, вот и вся история, вот и вся история, а теперь нас толкают к переговорам сейчас, нас толкают к переговорам, нам говорят, я сейчас скажу, что говорят открытым текстом, ну вы же понимаете, что мобилизационный ресурс несравним, что это русские нарративы, кстати, я сейчас говорю, но это западники нам говорят, вы же понимаете, что у них 140 миллионов населения, а у вас, а кто знает сколько у вас, может 25, может 30, может 35, никто же не знает, вы понимаете, что у вас лучшие уже погибли практически, а у них погибли отбросы, что они этих отбросов еще наберут сколько угодно, что явных успехов в контрнаступлении нет, говорят наши западные друзья, то, что они говорят, в общем-то, ну, с этим можно соглашаться в плане того, что мобилизационный ресурс несопоставим, да, успехов явных нет, нет, но, есть одно но, вы нам дайте то, что мы просим оружие, и все будет прекрасно, ракетки нам дайте на 500 километров, они не справятся с Таурсами, не справятся с Атакамсами, не справятся, вы же только не бейте по России, да мы не будем бить по России, мы не будем бить по России, мы будем бить по Украине, по Крыму, по Луганской, Донецкой, Херсонской областях, по Запорожской области, нам есть куда бить. По военным объектам, давайте еще да, конечно. А мы, в отличие от варваров, которые убивают целые семьи с младенцами, как это было в Херсонской области сегодня, бьем по военным объектам. И вы же видите, что F-16 вот сказали да, 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 но нет. И сроки обучения сдвигаются, и значит, уже сдвинулись на следующий год, когда будут у нас F-16 с такими темпами, то их может не быть вообще. Но они боятся, у них какие-то, понимаете, там же есть договоренности тоже, вы же должны понимать, что я нашим зрителям говорю, что даже в самые тяжелые критические минуты конфликтов существуют контакты и линии связи, которые работают беспрерывно. И я, конечно же, понимаю прекрасно, что существуют договоренности, которые постоянно меняются, тем не менее, они существуют между русскими и американцами, между русскими и европейцами, между русскими и украинцами, сейчас скажу страшную вещь. и украинцами.